Здравствуйте! В эфире «Повестка дня» и я, ее ведущая Наталья Бабенко. В этом выпуске за последние три месяца застройщики активизировались, на рынок было выведено несколько десятков новых проектов. По данным бюллетеневстроящейся недвижимости, этой осенью на первичном рынке появилось более 30 новых проектов, причем новостройки расположены в различных районах города. Кроме того, представлены все сегменты рынка, от эконом-класса до элиты. В Приморском и Невском по-3 новых дома, в Адмиралтейском, Калининском, Красносельском и Центральном по-2. Большинство же новостроек строяточены во Всеволожском районе Ленинградской области. Я понимаю, что Всеволожский район очень большой. Так вот, большинство из этих же новостроек Всеволожского района строяточены в районе метро Девяткино в Мурино. Эксперты связывают такой всплеск активности с кадровыми изменениями в строительном комплексе, произошедшие в последние месяцы. Во-первых, начались согласования проектов планировок. Как отмечает руководитель отдела маркетинга Департамента консалтинга компании GVS Over Вячеслав Фадеев, почти половина всех проектов, согласованных в этом году, получила одобрение в последние две недели. Дело в том, что многие проекты пришлось пересматривать из-за изменения норм. Все проекты были пересматривались, увеличивалась социальная инфраструктура, нагрузка, да, исходя вот сейчас на лес на цифрах 30 квадратных метров на человек. С другой стороны, конечно, есть и некоторые политические моменты, те или иные проекты. Город не готов был столько строить социальную инфраструктуру, выделять денег. Еще в середине года ситуация с согласованием проектов планировки была крайне сложной. Так, за первые четыре месяца 2012 года не было утверждено ни одного проекта. Это вызвало опасение, что ввод жилья в ближайшие несколько лет сократится. Что касается этого года, то пока ввод новых объектов опережает показатели прошлого года. Напомним, в этом году планируется ввести 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Вывод на рынок такого количества новых объектов никак не отразится на цене. Ожидать снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке не стоит. Владислав Фадеев отметил, что однажды была ситуация на рынке, когда вывод одного крупного проекта, жилого комплекса «Северная долина», скорректировал цену на первичном рынке. Однако, по его мнению, это скорее исключение. Я не думаю, что следует говорить о снижении цены каком-то ощутимом. Сейчас у нас восстановилось ипотечное кредитование до кризисного уровня. Наверное, дальнейшего роста такого, как в этом году, уже не будет, потому что и ставочки сейчас начинают расти. Но, тем не менее, ипотечное кредитование активно восстановится. Такого же мнения придерживается и гендиректор петербургского подразделения группы компании «Пионер» Александр Погодин. По его мнению, возможно, стоит подождать специальных предложений, которые обязательно появятся к концу года. Однако, на привлекательные объекты скидок точно не будет. Надо понимать, что скидки ведутся только на те объекты, которые не очень хорошо реализуются. То есть, это закон. Те объекты, которые хорошо продаются, которые удачно расположены, правильно в позиционерном доме, они только будут дорожать. В отличие от рынка новостроек, на вторичном рынке наблюдается некоторое затишье. Еще в начале этого года темп прироста цены на недвижимость составлял по 1% в месяц. Летом, а следом и осенью, рост замедлился. Можно сказать, что цены осени – это цены лета. По отношению к лету они практически не верят. По словам Дмитрия Щегельского, цены на вторичном рынке останутся стабильными до конца года. Ожидать каких-либо скидок, как на первичном рынке, покупателям не стоит. Нет никаких предпосылок для того, чтобы цены начали фатально снижаться, что было бы интересно покупать. Какие-то колебания возможны, но они настолько незначительны, что вряд ли покупатель сможет что-то выгадать. Вы смотрели «Повестку дня». С вами была Наталья Бабенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова